мы немножко поговорили про интегралы и сейчас я хочу обсудить еще одну тему еще один объект который нам раньше в принципе тоже уже встречался но как-то систематически мы никогда про него не говорили это ряды или бесконечные суммы давайте поговорим про ряды в принципе рядом называется бесконечная сумма то есть вот такая какая-нибудь штука сумма скажем по 0 до бесконечности а иного давайте буду писать окаты вот и мы с таким сталкивались давайте приведу кинти примеры например вот у нас была какая-нибудь такая сумма к от 0 до бесконечности единица на к факториал и вы теперь наверняка знаете что это такое даже если раньше не помнили потому что у вас в колоколе был вопрос про два способа представления числа е мы знаем что эта штука равна е но то что она равна е в данном случае это просто определение но и не определение была такая теорема о том что то как мы определяли число е через предел это то же самое что вот такая бесконечная сумма но это такой довольно специфический пример давайте посмотрим на что-нибудь более знакомое допустим вот есть какая-нибудь сумма пока от 0 до бесконечности единиц на 2 в степени к такую штуку мы использовали например для того чтобы доказать что вот такой ряд сходится чему равняется сумма такого ряда к от 0 до бесконечности единиц на 2 к на 2 в степени к единицы наверное единицы да вот можно себе представить что вот у нас есть сейчас единица не единица да значит если выкинуть первое слагаемое если сказать что это 1 плюс 1 2 плюс 1 4 плюс 1 8 плюс и так далее вот ну понятно первое слагаемое единичка все остальные слагаемые они просто устроены так что это мы делим пополам допустим какой-нибудь квадратик прямоугольничек и каждый раз получаем очередную половинку и понятно что в сумме они сойдутся просто к единице давайте здесь поправлю пусть это будет все-таки двойка не единицы вот ну то есть видно что бывают какие-то не такие бесконечные суммы которые имеют какое-то какое-то значение давайте я формально напишу что сумма пока от единицы до бесконечности окатая это есть как говорят предел частичных сумм то есть предел при наступящемся к бесконечности сумма пока от единицы до n окатах и в этом смысле мы конечно уже в какой-то мере умеем работать с рядами потому что но вот это вот равенство она показывает что сумма ряда сумма бесконечного ряда это просто предел специфическое такой специфическим образом заданной последовательности последовательности заданный как предел частичных сумм вот значит соответственно вот вот эти вот штуки называются частичные суммы значит если говорить про ряды которые когда мы вводим какой-то какой-то такой объект сразу возникает вопрос но вот как нам посчитать дали нам ряд как нам найти его сумму но для некоторых рядов это можно сделать для некоторых нет но давайте поговорим про те случаи когда это можно сделать первый случай это то что мы уже с чем уже сегодня столкнулись это геометрическая прогрессия и то есть это вот такая вот бесконечная сумма тут есть какой-нибудь в 0 клуб степени к значит вот такая штука как найти ее как эти суммы вот такой вот вот такой вот штуки ну для этого нужно выписать явную формулу для n частичной суммы к от 0 до n до 0 q в степени к я никогда не могу запомнить эту формулу я помню что там есть какой-то 1 минус q 1 минус q то ли в степени n то ли в степени n плюс 1 в общем я каждый раз я вывожу заново давайте я сейчас тоже выведу хотя это школьная формула значит что нужно сделать нужно сказать что у нас есть s который есть b0 умножить на 1 плюс q плюс и так далее плюс q в степени n а есть q s чтобы получить q s мне нужно просто всю эту штуку умножить на q и получается q плюс q в квадрате плюс и так далее плюс q в степени n плюс q в степени n плюс 1 и дальше нужно вычесть из одного другое и получается какая-нибудь такая штука b0 тут радостно вот эти вот все штуки сокращаются и остается 1 минус q в степени n плюс 1 и это есть 1 минус q умножить на с откуда следует что с это просто b0 1 минус q в степени n плюс 1 1 минус q ну вот она наша стандартная форма для суммы конечной суммы геометрической прогрессии ну а теперь мы можем легко перейти к пределу если знаменатель прогрессии если q по модуле меньше единицы то вот эта штука будет стремиться к нулю и давайте я буду обозначать вот эту ску через с n да а как мы здесь все позачерпивали в середине смотрите значит я вычитаю вот я делаю такую операцию я вычитаю из вот этой штуки я вычитаю вот эту штуку и поскольку у меня здесь есть совпадающие слагаемые собственно говоря они совпадают все кроме первую последнюю вот песен этот блок он совпадает поэтому у меня и они сокращаются все понятно спасибо вот ну и соответственно бесконечная сумма у нас теперь равняется пределу при н стремящемся к бесконечности с n то есть равняется пределу при стремящемся к бесконечности b0 1 минус q в степени n плюс 1 на 1 минус q то есть равняется b0 1 разделить на 1 минус q при модуль q уменьшим единиц уфат значит редкий случай когда можно достаточно просто вычислить сумму ряда извините а равен формуле почему у нас qn плюс 1 разве у нас не должно быть qn нет потому что смотрите мы умножили вот эту штуку на q в результате каждый из вот этих вот слагаемых умножилась на по этому степени увеличилась поэтому то вот этот вот сдвиг и произошел значит вот эту вот единица умножили на q получился вот эта q вот эту кушку умножим на q получился вот aí заходит ку-квадрат вот эта q в степени n умножили на q получилась q степлин плюс 1 спасибо вот хорошо давайте еще один пример приведу давайте посчитаем вот такую сумму рядом допустим k от единицы до бесконечности единица на к квадрат плюс к и я предлагаю сделать это следующим образом давайте давайте скажем такую вещь я разложу знаменатель на множителем теперь представлю это в таком виде видно что если привести к общему знаменателю то получится как раз вот эта штука и давайте я теперь скажу так что вот смотрите вот у нас есть эта штука выглядит 1 минус 1 2 плюс 1 2 минус 1 3 плюс 1 3 минус 1 четверть плюс и так далее и вот что хочется сделать в этой ситуации ну вы че ну все по зачеркивать оставить одну первую и одну бесконечную ну без ну то есть как бы второй член опережает первый на как бы один если мы выпишем все члены то у нас у первого члена и вот 1 делить на 1 это тот элемент которого нет у второго члена а у второго если у нас н зафиксируем в конце то 1 делить на н плюс 1 это будет тот член которого нет у первого получится как бы 1 делить на 1 минус 1 делить на н плюс 1 да на самом деле вы сейчас рассказали более правильное рассуждение чем я сейчас напишу и значит я сейчас его напишу а потом мы обсудим почему оно почему с такими рассуждениями нужно быть очень осторожным когда вы работаете с пределами да вот смотрите это как вы сказали это на самом деле корректнее ну вот смотрите чего хочется сказать хочется конечно давайте вот мы по-другому расставим скобки вот этой вот вот этой вот бесконечной сумме да ну вроде как скобки можно же по-разному расставлять и тогда у нас получится вот такая штука значит есть единица а дальше вот эти вот все штуки ву-ву-ву-ву-ву-ву прекрасным образом зачеркиваются мне понятно что все скобки там дальше зачеркнуться и получится 1 значит дальше возникает вопрос хорошо ли это рассуждение да можно было так сказать один плюс ноль плюс и так далее это равняется единице значит давайте я сразу скажу что действительно сумма этого ряда так считается но при этом вот то рассуждение которое сейчас привел она хоть и выглядит реалистично но такого типа рассуждения нужно быть очень осторожным потому что давайте посмотрим другой пример а можете еще раз сказать как правильно сказать я сейчас скажу как правильно а давайте я пока поясню почему почему с таким подход подходом есть проблемы значит давайте посмотрим на такой пример потому что важно что происходит важно что происходит как бы с хвостом вот смотрите вот давайте представим себе что мы есть вот такой вот ряд который устроен так ну хорошо давайте от нуля и будем начинать 1 минус 1 плюс 1 минус 1 плюс 1 минус 1 и так далее что вы можете сказать про сумму такого ряда но она расходится но она либо один либо но но если быть точнее то она либо 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 ноль либо 2 нет нет лет все все правильно либо один либо ноль значит 1 0 1 0 и так далее да и предела на самом деле нет вот нет у нас предела частичных сумм у такого ряда тем не менее теоретически я мог бы используется такой же трюк который я показал выше сказать что это вроде как вот такая вот вещи значит у меня было значит я могу как бы расставить здесь скобки 1 минус 1 плюс 1 минус 1 например вот так расставить скобки 1 минус 1 минус 1 минус 1 и так далее и получить но а еще я мог бы давайте на всех случаях поставлю здесь знак вопроса в знак того что я все-таки не утверждаю что это правда а еще я могу сделать такую вещь могу по-другому расставить скобки а именно вот так и получить ответ 1 да и понятно что такого не бывает не должно быть у одного и того же ряда для разной суммы в зависимости от того как я его вычисляю и поэтому в общем идея о том что мы можем как-то расставить скобки а потом радостно сокращать слагаемые ну в общем в бесконечных рядах с такими вещами нужно быть очень осторожным то есть вообще когда мы переходим самое главное что нужно знать про бесконечные ряды что там все-таки жизнь устроена не так как в конечных суммах довольно часто ну вот в частности такое школьное правило что если вы скобки расставляете по правилам то от этого не меняется сумма здесь перестает работать по крайней мере для расходящихся рядов по камере может такое быть что вот мы расставили как-то стопки в ряду и вычислили его сумму хотя на самом деле суммы у него нет вроде еще 1 2 иногда получают не уверен что в этом ряду 1 2 хотя может быть и в этом да или но да нет в этом ряду кстати понятно как получить 1 2 нужно перейти к чазаровским средним ну ладно давайте давайте я не может получаться двух двух ответов вот и скажу что это очевидно ну мне кажется что ночь не надо как смотрите ну вот формально ну если мы хотим определить если мы хотим сказать что у нас есть вот какой-то объект у него есть какое-то численное значение что чему-то равен то конечно мы бы хотим чтобы наше определение было бы странно так что ответ получается однозначно но на самом деле в данном случае нам не нужно придумывать нам не нужно придумывать ничего нового потому что мы сказали что вот у нас по определению summa ряды это сумма частичных сумм это предел частичная сократить и в данном случае например в случае с в таким отрядом понятно что у нас понятно что раз частичной суммы так сумма пока от 0 до n это будет че то такое это либо единиц либо нолик скажите мне каков при каком n что получается ну при нечетным n 0 нечетная да при нечетном n 0 а при четном единицы вот и мы знаем что вот такая последовательность никуда не сходится поэтому то что вот этого ряда нет никакой суммы по крайней мере с тем определением которые мы использовали и от тому же знаю вот так что это только иллюстрация к тому что нужно с осторожностью заниматься вот таким вот вещами типа расстановки скобок и приведение подобных слагаемых давайте вернемся к этому примеру значит а как нужно было бы его сделать аккуратно на самом деле общее правило такое вот если мы не понимаем что делать рядом но мы знаем что ряда на самом деле просто предел частичных сумм ну давайте честно напишем подел частичных сумм значит возвращаясь вот этому ряду можно сказать так значит сумма пока от единицы до бесконечности единица на к квадрат плюс к это есть предел при н стремящемся к бесконечности частичных сумм теперь вот здесь уже в частичных суммах можно сделать наш трюк а именно сказать что это есть 1 1 минус 1 2 плюс 1 2 минус 1 3 плюс и так далее значит энная частичная сумма что-то у нас в конце будет получаться единица на n минус единицы на n плюс 1 видимо так правильно ну да вот теперь смотрите вот вот это вот это как бы при фиксированном n это уже честная конечная сумма при фиксированном n и вот в этой сумме мы уже можем честно вот это все посокращать тут уж нет никаких проблем и сказать что это будет вот таким пределом тут уже все совсем без обмана а про эту штуку мы уже знаем что это единица по арифметике пределов вот начну вот собственно говоря вот этот вот класс класс рядов которые тоже сумма которых тоже можно вычислить они называются телескопическими потому что как бы вот в результате вот этой операции у нас как бы такая длинная сумма длинная подзорная труба складывается вот в такую вот коротенькую это в общем на самом деле два способа вычисления суммы рядов которые такие более-менее в общем два класса рядов которые мы умеем суммировать по кроме рамках этого курса есть разные приемы которые позволяют вычислять значение рядов в каких-то других ситуациях но надо сказать что вычисление рядов это пожалуй еще сложнее чем вычисление интеграл вот ну вот эти два класса по крайней мере мы знаем и можем этим пользоваться давайте поговорим про еще какие-нибудь общие факты про ряды например давайте я сформулирую такой необходимый признак сходимости и давайте я скажу что вот если у меня если я рассматриваю такой бесконечный ряд если он сходится то тогда обязательно предел при n стремящимся при к стремящимся к бесконечности окатах равен нулю то есть вот общий член ряда вот это вот выражение окатая она обязательно должно стремиться к нулю если она не стремится к нулю то ряд уж точно не сходится ну и доказательство здесь довольно простое давайте просто рассмотрим такую штуку вот рассмотрим частичную сумму sn и давайте рассмотрим разность двух частичных сумм sn плюс 1 и sn давайте 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 это чему равна чему равна такая разность ну ну сумма от нуля до n от а к минус сумма от нуля до n плюс 1 ну минус а м плюс нулю равна а n да просто а n просто а n равно конечно ну как у нас у нас вот в sn у нас сумма очистительных всех элементов а 0 плюс и так далее плюс а n и мы вычисли из нее а 0 плюс и так далее плюс n минус 1 ну понятно что у нас посокращалось все кроме кроме вот последнего слогана вот поэтому это просто а n и теперь можно в этом равенстве перейти к пределу и сказать что вот у нас есть предел s n минус s n минус 1 то же самое что предел а n а с другой стороны если вот на этот предел посмотреть то если если у нас есть предел s n то можно применить теорему про разность пределов про сумму пределов получается вот такая штука а с другой стороны каждый из вот этих вот пределов это предел частичных сумм то есть это просто вот такие вот штуки нет вот вот и все как согласны а можете еще раз показать где здесь признак в принципе сейчас признак признак как-то называется необходимо это не признак необходимые условия необходимые признак это я нехорошо написал необходимые условия ну ну и где условия как бы ну если но то есть что это означает это означать что для того чтобы вот этот в отряде сходился необходимо чтобы вот эта штука равнялась бунулю ну это несмотря на ум импликация вот в эту сторону. Если была бы импликация вот в эту сторону, то было бы достаточно условий. Давайте, кстати, поговорим про это. Как вы думаете, вот это я, конечно, сформулировал, это как необходимое условие сходимости. Вдруг оно и достаточное. Правда ли, что если элементы, вот этот общий член стремится к нулю, правда ли, что ряд сходится? Нет, 1 делить на n, например. Да, вот 1 делить на n, давайте мы на него посмотрим. Значит, в обратную сторону неверно. Ты можешь на 1-2 каждый раз собирать, будет вне о том, почему на рассмотре. Сейчас как раз соберем. Значит, и есть такой классический пример на эту тему, называется «Гармонический ряд». Значит, вот такая вот штука. Утверждается, что вся эта штука стремится к плюс бесконечности. Почему это так? Ну, давайте я просто выпишу достаточно большой кусок этой суммы. Посмотрим, как он оценивается. Теперь идея такая. Значит, вот 1-2 оценивается как 1-2. 1-3 плюс 1-1 четверть оценивается как 1-1 четверть плюс 1-1 четверть, то есть 1-2. Значит, я беру кусочек ряда и заменяю в нем каждое слагаемое на самое последнее, то есть самое маленькое. и вот эта вот штука дает тоже 1-2. И дальше можно... Дальше вот вопрос к тем, кто этого не знает. Какой следующий... Какой следующий участок ряда нужно выбрать? 1-8. Да, вот до 1-8. Вот этот вот участок. Значит, опять же, можно каждое слагаемое оценить через последнее, и выясняется, что это больше либо равняется, чем 4 умножить на 1-8, и это снова 1-2. И так далее. На самом деле мы этот процесс можем продолжать до бесконечности. Поэтому получается, что вся эта сумма, она больше либо равняется, чем 1, плюс 1-2, плюс 1-2, плюс и так далее. И понятно, что добавляя достаточное количество вот этих вот половинок, можно сделать сумму ряда, сколько угодно большой. Поэтому эта штука стремится к плюс бесконечности. Формально, если это описывать, то мы берем нашу сумму, разбиваем ее на вот такие вот кусочки. Все эти кусочки, они всегда устроены таким образом, что они всегда заканчиваются элементом степени единицы разделить на 2 в степени k, но, соответственно, здесь начинаются они как бы элементом единицы делить на 2 в степени k. сейчас давайте я напишу. Значит, формально можно так сказать, что вот эта сумма, это есть сумма по какой-нибудь m. не знаю откуда, давайте посмотрим. Значит, здесь будет сумма, давайте я сразу единицу вынесу. Значит, здесь будет сумма по k2 в степени m минус 1 плюс 1 до 2 в степени m. видимо, m от единицы. Вот. И каждая из вот этих вот штук, она больше либо равняется 1 второй. Вот получили бесконечную сумму. Вот. Ну вот, видно, что гармонический ряд не сходится. и на самом деле это очень похоже на то, что интеграл единицы, деленный на x тоже не сходится. Интеграл это единица до бесконечности. Вот. Там на самом деле очень похожая асимптотика. Вот. Поэтому мы видим, что просто так увидеть, что общий член ряда стремится к нулю и сделать из этого что ряд сходится, нельзя. Не факт, что сходится. Хочется, конечно, каких-то все-таки достаточных признаков сходимости придумать. И они есть. И, наверное, самый главный из них это признак сравнения. очень похожи на такую же теорему про интегралы. А именно, что если у нас есть вот такой ряд и вот такой ряд. И давайте считать, что у меня для всех k все элементы неотрицательны и элементы ряда bk ограничивают сверху элементы ряда ak. Тогда, если ряд bk сходятся, то и ряд и закатах тоже сходятся. Вот. Ну, это такая полезная штука, потому что про некоторые ряды мы уже знаем, что они сходятся. Например, про геометрические прогрессии. И эта штука позволяет доказывать, что разные другие ряды тоже сходятся, которые можно ограничить, с помощью наших. Давайте я... А давайте я не буду эту штуку доказывать. Давайте я оставлю доказательство в качестве упражнения. Упражнение. Вот. Давайте я вместо этого доказательства расскажу вам еще один признак, более веселенький, а именно интегральный признак сходимости. Довольно часто так бывает, что мы записываем ряды в виде... Вот в таком. У нас есть какая-то функция, значит, рассмотрим какую-то функцию. Давайте будем считать, что она определена от единицы до плюс бесконечности. и... мы рассматриваем вот такую сумму. То есть как бы у нас функция теоретически определена при вещественных числах, но мы в нее будем поставлять только целые числа, целые положительные, ну, не отрицательные. или давайте от единицы пусть будет натуральные числа. И оказывается, что тогда при некоторых дополнительных условиях вот эту вот сумму ряда можно связать с интегралом от функции f. А именно можно сказать вот что. Пусть функция f не отрицательна. И давайте я еще дополнительно потребую, чтобы f не строго убывала, не возрастала. тогда ряд вот такой сходится тогда и только тогда, когда сходится интеграл от единицы до плюс бесконечности f от x dx. Значит, вот такая теорема. заметьте, что эта теорема не утверждает, что сумма вот этого ряда равняется значению вот этого интеграла. это не утверждается. Утверждается, что сходимость этого ряда, что существование этой суммы эквивалентна тому, что существует вот этот интеграл. Это не означает, что они равны. Понятна ли формулировка? А можете еще раз объяснить, что значит сходится? Что значит, что ряд сходится? Да. Ну, это просто означает, что соответствующий предел частичных сумм существует. Спасибо. Что вот это значение в принципе существует. Вот. Давайте докажем. Для того, чтобы это доказать, нужно такую картинку нарисовать. Ну, вот. Давайте докажем, например, что если интеграл сходится, то ряд сходится. Давайте я нарисую картинку для нашего интеграла. это у меня есть моя функция. Ну, и вот он мой интеграл. А вот теперь как бы мне на этой же картинке изобразить вот такую вот бесконечную сумму? Ну, разбиение через единичку. Да, давайте просто посмотрим на такие вот штуки. вот я нарисовал здесь какое-то количество прямоугольников, ну, понятно, что их туда будет бесконечно много. А там еще f от единицы должно быть. Да. Значит, вот площадь, площади вот всех вот этих вот красных прямоугольников, они чему равны? Общая их площадь чему равна? Это сумма площадей. Площадь. Получается, 1 на f от 2, ну, f от 2 плюс f от 3. Ага. Площадь ступенчатой фигуры это f от 2 плюс f от 3 плюс и так далее. То есть, это сумма по k от единицы до бесконечности. Окей. Сумма по k от двойки до бесконечности f от k. Ну, понятно, что наш ряд отличается от вот этого ряда только одним членом. Вот в этом ряду добавлен еще член f от единицы. Но понятно, что если вот эта штука сходится, то и вот эта штука сходится. И наоборот. Нам нужно было брать... Почему мы берем вот как раз правые концы? Правые концы, да. В отличие. Это какое-то там достаточное условие? Или что-то для того, Ну, смотрите, вот смотрите, мы хотим доказать, мы хотим доказать, что если интеграл сходится, то и ряд сходится. Поэтому мы хотим как-то мы хотим как-то оценить вот эту вот сумму ряда. Мы как-то хотим ее оценить через вот эту вот площадь. Мы хотим сказать, что нам нужна оценка сверху. Поэтому мы хотим, чтобы вот эта фигура, которую мы нарисовали, чтобы она была бы внутри вот этой вот фигуры, площадь которой мы... про площадь которой мы знаем, что она конечна. Да, спасибо. Вот. Значит, вот мы знаем, что эта площадь ступенчатой фигуры, она не превосходит интеграла от единицы до плюсов бесконечности f от x dx. Согласны? С другой стороны, наша сумма по k от единицы до бесконечности f от k это просто f. Ну как, ну хорошо, давайте я скажу так. Давайте я формально напишу. Давайте рассмотрим частичную сумму по k от единицы до n f от k. Это есть f от единицы плюс сумма по k от единицы до... от двойки до n и f от k. Значит, про вот эту штуку мы знаем, что вот эта последовательность, последовательность вот таких частичных сумм, это штука, которая возрастает, но, по крайней мере, не убывает. Откуда это следует? Из невозрастания f от k функции? Из... Ну, на самом деле, из вот этого следует... А, из того, что f от x больше нуля. Да, не убывает, так как f от x больше либо равняется. Кстати, а где вот мы сейчас воспользовались тем фактом, что f от x не возрастает? Ну, в том, что кусочки, которые прибавляются, они не больше. Чем что? То есть там не может расходиться вот эта площадь? Какая площадь не может расходиться? Ну, которая из квадратиков состоит, например, мальчиков. Сейчас, а что точно вы про нее утверждаете? Что точно можно сказать про вот эту площадь, глядя на условия вот этого невозрастания? Ну, то, что это площадь, ну, типа не увеличивается, ну, точнее, увеличивается все медленнее и медленнее. Это, конечно, правда, но не совсем понятно, как из этого. Ну, как бы мы можем сделать более сильное утверждение. Вот смотрите, вот нам условия невозрастания нужно, знаете, зачем? Чтобы гарантировать, вот вот почему я вот это неравенство написал? Откуда берется вот это неравенство? с картинки? Да, а вот какое свойство на картинке влечет это неравенство? Ну, что площадь, наверное, вот этих прямоугольничков под графиком? Да, что вот каждый из этих вот прямоугольничков, он живет, он живет под графиком нашей функции. Ну, а это как раз и есть наше свойство невозрастания, то есть условие о том, что значение функции вот в этой точке, например, оно выше, чем ее значение вот в этой точке, потому что мы из каждой целой точки проводим отрезочек горизонтальный, и дальше нам нужно, чтобы вот весь этот отрезочек лежал под графиком, а это как раз и есть наше условие невозрастания. А почему берем K от 2? Почему это важно, когда мы говорим про сумму? Ну, потому что вот на этой картинке у нас первому прямоугольничку соответствует F от 2. Первый прямоугольничек имеет высоту, равную F от 2. Потому что мы берем как раз правые концы. А правые концы мы берем ровно потому, что нам нужно, чтобы вот эти прямоугольнички лежали под графиком. Поэтому сумма начинается с двойки. Вот. Значит, эта самая штука не убывает, она имеет предел. Сейчас. Не так. Значит, вот эта штука не убывает, она ограничена. Значит, ограничена вот этой суммой. Ну, значит, у нее есть предел. Потеря время Верштрасса. Ну, и, значит, у нас есть предел вот таких частичных сумм. Ну, значит, есть и предел таких частичных сумм, потому что они отличаются просто добавлением константы. вверх, все, доказали в эту сторону. Вот, все, согласны? Согласны? Можно вопрос? Нам же еще не возрастание этой функции, важно, чтобы вообще интеграл сходился, да? Ну, если бы у нас функция возрастала, то интеграл бы не сходился. Нет, ну, это вообще не факт, потому что теоретически можно придумать какую-нибудь странную штуку, можно придумать какую-нибудь вот такую вот функцию, которой, от которой интеграл сходится, но при этом она не возрастает. Поняла, спасибо. Даже для ряда необязательно условия именно там, допустим, для ряда важно, чтобы общий член стремился бы к нулю, но совершенно необязательно, чтобы он делал это монотонно. Вот, значит, на этом мы доказали в одну сторону, если интеграл сходится, то и ряд сходится. Как доказать в обратную сторону? Спасибо. Если ряд сходится, то интеграл сходится. Давайте еще раз посмотрим на эту картинку, как доказать в обратную сторону, что если ряд сходится, то интеграл тоже сходится. А, ну, может взять теперь F от одного, F, ну, то есть, эти столбики, чтобы у них высота мерилась по первому, как бы, по первой, что бы. Да, совершенно верно. Теперь нужно брать, наоборот, левые, левые концы каждого отрезочка, то есть сказать так, что вот у нас наша картинка, и давайте мы теперь будем рисовать вот такие столбики. и получим оценку в другую сторону. Теперь мы получим оценку о том, что, наоборот, наш интеграл оценивается сверху суммы ряда, и дальше абсолютно аналогичными рассуждениями доказывается, что в этом случае интеграл сходится. Значит, я думаю, что я не буду говорить об этом вопросе. более подробно, мне кажется, что этой картинки, после того рассуждения, которое было выше, этой картинки вполне достаточно. Давайте я переведу пример. Допустим, вот такая вот штука. Сумма обратных квадратов вот эта штука сходится. Но доказать это без интегрального признака сходимости кажется не так-то просто. Хотя, наверное, его можно просто сравнить с какой-нибудь телескопической суммой подходящей. Но вот с помощью интегрального признака сходимости это доказывается совсем просто. Мы просто сводим все к тому, что сходится вот такой интеграл. все условия выполняются. Функция не возрастает при положительных х, все числа больше нуля, и поэтому интегральная признак сходимости прекрасным образом работает. Вот. Ну, надо сказать, что во всех предыдущих теоремах у нас требовалось, чтобы общий член ряда был бы неотрицательным, то есть, чтобы у всех членов был бы один тот же знак, все были положительными. Это такая приятная ситуация, но бывают и другие. Значит, бывают знак переменной ряды. Это когда не все члены одного знака. И нас будет интересовать особенно, в особенности нас будет интересовать знак очередующей среды. И А именно это вот такие вот ряды. Значит, окаты пусть будут все больше либо равны нулю, а перед окатом я ставлю знак и плюс и минус. вот. И тут справедлива такая теорема, что для знак очередующих средов необходимые условия исходимости, про которые мы говорили, оно же оказывается и достаточно. А именно, если Аката стремится к нулю, то вот такой ряд сходится. Давайте я, наверное, сейчас даже не буду этого доказывать, потому что я хочу доказать другое утверждение, чуть более, существенно более неожиданное. Но прежде чем я его докажу, давайте я дам еще пару определений, точнее, одно определение. Значит, вот если у меня есть какой-то знакопеременный ряд, не обязательно знакочередующийся, но какой-то ряд, в котором есть слагаемые разных знаков, то я могу про него спросить. Вот, хорошо, вот такой вот ряд, допустим, у меня сходится. если я поставлю модули вокруг Акаты, такой ряд будет сходиться или нет? Значит, вот ряд, состоящий из Акаты, сходится абсолютно если ряд, составленный из модулей, сходится. составленный из модулей, составленный просто из самих чисел, Акатный сходится, а ряд составленный из модулей, расходится. то говорят, что наш первый ряд сходится условно. но вот оказывается, что условно сходящиеся ряды это такая не очень приятная штука. Давайте я приведу пример. вот скажите, вот такой ряд, что вы можете про него сказать? сходится условно. сходится условно. в общем, он сходится. В прошлом серии мне сказали, что достаточно необходимые условия в этом случае будут одно и то же. Да, потому что это знак, знак чередующийся ряд и общий шлен стремится к нулю, поэтому сам он сходится. С другой стороны, если мы поставим модуль, то есть уберем вот этот минус один степени К, то мы получим гармонический ряд, про который мы знаем, что он расходится. Поэтому вот этот ряд сходится условно. И давайте я сформулирую теорему, про которую я хотел рассказать, потому что она довольно контринтуитивна. Теоретически, можно вспомнить какое-нибудь школьное правило. От перестановки слагаемых сумма не меняется. И теоретически можно рассматривать перестановку слагаемых в рядах. Давайте я скажу так. Что такое перестановка слагаемых в рядах? Это означает, что мне нужно просто задать какой-то способ переупорядочить слагаемые, то есть задать какое-то отображение, которое покажет, какое слагаемое на какое место поставить. И теорема состоит в следующем, что можно перестановкой элементов условно сходящегося ряда добиться того, что его сумма не просто поменяется, а что она может быть равна, чему хотите. Утверждение состоит в следующем. Путем перестановки членов условно сходящегося ряда. Его сумму можно сделать любой. Значит, это теорема Риммана. То есть правила про то, что от перестановки слагаемых суммы не меняются, тут решительным образом перестают работать. Надо сказать, что для абсолютно сходящихся рядов рядов – это неверно. В абсолютно сходящихся рядах можно менять порядок. Можно переставлять члены. Сумма от этого не поменяется. Давайте я попробую сейчас в оставшуюся у меня не очень большое время попробую объяснить, как доказывается теорема Риммана. Первое замечание такое. Смотрите, пусть у меня есть ряд. 1, 2, 3 и так далее. Какие-то его члены положительные, какие-то отрицательные. При этом мы считаем, что этот ряд сходится условно. То есть это означает, что ряд, составленный из абсолютных значений ашека, что он расходится. Понятно, что это означает, что в этом ряду должны быть как положительные, так и отрицательные слагаемые. Если бы, например, они все были положительными, то он бы просто совпадал бы с рядом, составленным из модулей. И тогда он не мог бы условно сходиться. Давайте я выделю отдельно те слагаемые, которые положительные, и те слагаемые, которые отрицательные. Пусть у меня будет, давайте так, пусть у меня АКТ с плюсиком. Это есть АКТ, если АКТ положительный, и 0, если АКТ отрицательный. И то же самое с минусиком. АКТ, если АКТ отрицательный, и 0, если АКТ положительный. Значит, я утверждаю, что если ряд АКТ сходится условно, то вот такие ряды, составленные из положительных слагаемых и составленные из отрицательных слагаемых, должны расходиться. Ну, почему это так? Потому что давайте посмотрим на... Давайте посмотрим на сумму и на разность вот этих вот двух рядов. Давайте посмотрим на вот такую вот штуку. Вот это что такое? Это наш ряд получается? Это наш исходный ряд. Вот такая штука. Это что такое? Ну, это по модулям. Это сумма ряд из модулей. Теперь смотрите. Значит, если бы так оказалось, что оба этих ряда сходятся, ну, тогда бы просто наш ряд сходился бы. Это хорошо, но тогда бы и ряд из модулей сходился бы. Потому что ряд из модулей – это просто разность двух рядов. Тогда была бы. Если бы они оба сходились. Вот. А если бы один из них сходился, а другой расходился, тогда наш ряд не мог бы сходиться. Потому что наш ряд – это сумма вот этого ряда и вот этого ряда. Значит, единственный вариант – это чтобы оба этих ряда бы расходились бы. Значит, вот этот вот ряд должен стремиться к плюс бесконечности, а вот этот ряд должен стремиться к минус бесконечности. Согласны с этим утверждением? Можете еще раз, почему так происходит? Ну, вот смотрите. Значит, вот если бы так оказалось, что, например, они оба… Значит, если вот эти вот два ряда, если они оба сходятся, тогда и вот этот ряд из модулей тоже сходится. Ну, он просто является суммой двух рядов. Согласна? Да. Вот. Можно перейти к пределу суммы и дальше там воспользуется арифметика пределов. Если один из этих рядов сходится, а другой нет, то, наоборот, наш исходный ряд расходится. Оба этих ситуации противоречат условию, что наш ряд условно сходящийся. Нам нужно, чтобы вот этот вот ряд сходился бы, а вот этот расходился. Единственное, в какой ситуации это бывает, это когда они оба расходятся. Один к плюсу бесконечности, другой к минусу бесконечности. Согласны? Да, поняла. Спасибо. Вот. А теперь смотрите. Теперь можно сказать вот что. У меня есть два вот таких вот ряда. В одном сколько угодно положительных слагаемых. Причем не просто сколько угодно, а такое количество, что можно из них сделать сколько угодно много. Сколько угодно большую сумму. А в другом ряду сколько угодно много отрицательных слагаемых, причем настолько сколько угодно много, что из них можно сделать сколько угодно отрицательную сумму. Но тогда дальше процедура устроена так. Значит, пусть нам задано какое-то число. Число R. Какое-то вещественное число. Давайте для простоты считать, давайте для простоты считать, что R больше нуля. Тогда я буду действовать таким образом. Значит, из исходного ряда я выбираю положительные слагаемые по очереди. Ну, давайте положительные слагаемые и нули. До тех пор, пока их сумма не превысит R. Да, то есть, вот у меня был исходный мой ряд. В нем были положительные слагаемые и отрицательные слагаемые. Допустим, 1, 2, 3, 4, 5. Ну, допустим, что вот эти слагаемые положительные. Я выбираю вот эти вот положительные слагаемые, я их беру в том количестве, чтобы их сумма не начинала превышать R. В какой-то момент она превысит R. Почему она обязательно превысит R в какой-то момент? Потому что ряд составленных из положительных элементов нашего исходного ряда расходится к плюс бесконечности. Его сумму можно сделать сколько угодно больше. Как только мы превысили R, мы переключаемся в другой режим. Мы говорим, что мы получили слишком большую сумму. Давайте теперь делать ее меньше. А именно потом начинаю отрицательные слагаемые. Значит, теперь вот у меня были какие-то отрицательные слагаемые. Вот это. И я теперь их ставлю на следующие места. Вот здесь вот я формирую мой новый ряд. Новый ряд формируется путем перестановки элементов старого. И сейчас я задаю, как эта перестановка выглядит. Значит, вот на первые места я ставлю какие-то положительные члены в достаточном количестве. Потом, начиная с какого-то момента, я начинаю формировать мой новый ряд и, наоборот, отрицательные члены. Значит, вот это вот пусть будет какой-нибудь там B5, B6 и так далее. Значит, выбираю отрицательные слагаемые до тех пор, пока пока сумма не не станет меньше R. Опять же, я этого точно могу сделать, потому что у меня в отрицательных слагаемых достаточно слагаемых для того, чтобы получить любую отрицательную сумму, какую хочу. Значит, в частности, начиная с какого-то момента, общая сумма вот всего этого начального кусочка станет меньше R. И снова переключаюсь. Затем снова выбираю положительные слагаемые. и так далее. То есть что у меня получается? У меня получается какая-то такая история, что вот у меня есть R, и мои частичные суммы моего ряда, но уже после перестановки, устроены так, что они сначала перескакивают через R, но сразу после этого они начинают уменьшаться, потом они перескакивают через R в другую сторону, и так далее. Причем, поскольку обязательно модули вот этих вот всех чисел стремятся к нулю, вот эти шажки, перескоки в одну сторону и в другую сторону будут становиться все меньше и меньше. Поэтому у нас возникает вот такая вот последовательность, которая будет действительно стремиться к R. А можете, пожалуйста, еще раз спросить, почему у нас будут эти шажки все меньше и меньше? А потому что, ну, как бы вот, что это за шажок? Каждый раз, вот величина вот этого перескока, вот каждый раз этот перескок осуществляется путем добавления одного элемента моего исходного ряда. То есть вот в какой момент я переключаюсь с одного режима на другой? В тот момент, когда я, у меня предыдущая сумма, допустим, вот я иду вот в эту сторону, вот у меня предыдущая сумма была где-нибудь здесь, например, еще не дошла до R. А потом я добавляю еще одно положительное слагаемое, и сумма становится больше R. В этот момент я переключаюсь на убывание. Но это означает, что вот это вот расстояние, это, значит, это расстояние, ну, как бы, его модуль меньше, чем длина, меньше, чем AN, меньше, чем элемент ряда. А эта штука стремится к нулю. Поэтому эти перескоки будут тоже стремиться к нулю. Вот. Ну, вот так. У нас сказано, что AN стремится к нулю. AN стремится к нулю, потому что ряд сходится условно. А, все, да. И это означает, что общий ряд стремится к нулю. А в таком случае, если нам из чайного сказано, что ряд стремится условно, мы сейчас что именно доказали? Мы доказали, что элементы этого ряда, вот исходного, можно переставить так, чтобы сумма равнялась бы, чему хотим. Вот хотим какому-то числу R. Переставляем, переставляем элементы моего ряда и, значит, получаем любое число, какое хотим. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы. Это немножко контринтуитивно, потому что мы привыкли к тому, что все-таки перестановка в слогайпах не меняет сумму. Оказывается, что когда мы говорим про бесконечные суммы и, в частности, конкретно про ряды условно сходящиеся, как видите, эти условия начинают нарушаться. Перестановка слогаемых можно получить любую сумму, какую хотите. Что довольно забавно. Вот. Ну, все, наверное, на сегодня. А там мне нужно бежать. До свидания. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.